Ненавистную политотдельскую власть. Можно, конечно, считать эти крайности эксцессами, сказав, что немцы сами довели до этого русского солдата и офицера. Но не только немцы, но и советская власть, сначала оставившая под сапогом врага миллионы людей, а затем в страхе культивировавшая зоологическую ненависть. И что толку для души в рассуждениях о том, что это была естественная реакция на годы немецкой оккупации? Разве мы от этого станем лучше и чище? И почему русская императорская армия после не менее разорительной и горестной войны 1812 года вела себя в Европе совершенно иначе? Может быть, потому, что ее воспитывали священники, а не товарищ Оренбург и большевистские политруки? Субтитры создавал DimaTorzok После долгого стояния на Рейне англо-американские войска начали решающее наступление на Западном фронте. В самом начале марта союзники вышли к Рейну в районе главных промышленных центров Германии в Руре. Широкий и многоводный Рейн недолго оставался непреодолимой преградой на пути в Центральную Германию. 6 марта американцы без особых боев вошли в Кёльн, а 7 марта произошла трагическая для немцев необъяснимая римагинская история. Разведывательные отряды американской армии неожиданно для самих себя захватили целым и невредимым мост через Рейн в районе Римагина. И пока ошеломленные немцы разбирались, как это могло произойти и кто виноват в этом, на восточный берег Рейна переправились два американских полка и захватили очень важный плацдарм. Удерян пишет, что римагинский мост не успели взорвать из-за нехватки взрывчатых веществ. Это не совсем так. Мост был заминирован, но взорвать его не успели или не хотели. Гитлер рвал и металл. По приговору военно-полевого суда расстреляли пятерых немецких офицеров. Люфтваффе получили категорический приказ уничтожить римагинский мост. С немалыми потерями немецким летчикам удалось разрушить мост, но уже было поздно. Американцы навели переправы параллельно мосту, и их ударные войска уже находились на восточном берегу Рейна. В середине марта вермахт на Западном фронте начал сдавать одну позицию за другой. Без особого упорства и кровопролития. К весне 1945 года гитлеровский рейх, которому так и не суждено было стать тысячелетним, практически исчерпал свои ресурсы. Те немногие сохранившиеся промышленные предприятия, которые представляли какую-либо ценность для германской военной промышленности, теперь уничтожались самими же немцами. 18 марта Альберт Шпеер, человек, который был одним из немногих в окружении Гитлера, кто позволял себе рисовать перед фюрером достаточно реалистическую картину происходившего, подал своему патрону докладную записку, в которой предрекал полный крах германской военной экономики, который должен последовать в самое ближайшее время. А уже начиная с 19 марта были изданы несколько приказов, которые предписывали уничтожать при отступлении промышленные предприятия, шахты, иные подземные объекты, газовые, электрические, водопроводные сети, склады, продовольственные и вещевые, и многое-многое другое. Предполагалось уничтожать, нарушать даже водные коммуникации. С этой целью немцы на фарватерах судоходных рек топили транспорты, суда, баржи, груженные цементом. Гитлер в марте напоминал утопающего, который надеется выплыть, поочередно хватаясь за несколько соломинок. Фюреру казалось, что только вооруженные нацистской идеологией командующие способны успешно вести войну. Рейхсфюрер СС Гиммлер, будучи абсолютным профаном в военном деле, командовал группой армии Висла. Ничего, кроме хаоса, в своем командовании Гиммлер произвести не смог, и начальнику генштаба Гудериану пришлось приложить немало усилий, чтобы освободить Гиммлера от руководства войсками. Следующей соломинкой стал для Гитлера фельдмаршал Альберт Кессеринг, успешно противостоявший союзным войскам Северной Италии. Кессеринг был вызван Гитлеру 9 марта и назначен главнокомандующей войсками на Западе вместо фельдмаршала Рунштета, впавшего, по мнению Гитлера, в литургический сон. Кессеринг в беседе с Гитлером узнал о том, что все резервы теперь будут направляться на Восточный фронт, а на Западе придется обойтись тем, что там еще сохранилось. Задачу для Кессеринга сформулировали очень просто – держаться и еще раз держаться. При передаче командования на Западе Рунштетт сообщил Кессерингу, что на русский фронт ему пришлось передать 10 танковых, 6 пехотных дивизий, 10 артиллерийских корпусов и ряд других частей и соединений. Вечно улыбающийся Алл, как звали Кессеринга солдаты, заметно приуныл. Начальник германского генерального штаба генерал-полковник Генц Гудериан отвечал за ведение войны на Восточном фронте. Гудериан надеялся, что после того, как войска 1-го Белорусского фронта маршала Георгия Жукова вышли в район реки Одер, Гитлер для обороны этого очень опасного для столицы Третьего рейха Берлина направления пришлет самую боеспособную на тот момент немецкую армию – 6-ю танковую армию СС Оберстгруппенфюрера СС Йозефа Дитриха. Но Гитлер, видимо, ощущал себя уже персонажем гибели богов Рихарда Вагнера, и 6-я танковая армия СС направилась в Венгрию для организации контрудара и выхода в район Дуная. Это контрнаступление было запланировано в момент, когда весь вермахт уже дышал наладом. Против немецких солдат, охотно сдающихся в плен, особенно на Западном фронте, Гитлер приказал Кейтелю сдать приказ, в котором говорилось. Кто попал в плен, не будучи раненым, при отсутствии доказательств того, что он сражался до последней возможности, тот теряет свою честь. Сообщество порядочных и храбрых солдат изгоняет его из своих рядов. Его родные несут ответственность за его поступок. Выплата денежного пособия родным прекращается. Это должно быть немедленно доведено до всех. Немецкая риторика Кейтеля была, конечно, слабовата. Особенно если сравнить ее с нашими советскими приказами осени 41-го года, которые были значительно суровее и круче. Шестой танковой армии СС командовал еще одна соломинка Гитлера. Йозеф Дитрих начинал свое восхождение в качестве личного телохранителя фюрера. Затем командовал полком охраны Лейбштандарт Адольфа Гитлера, развернутого позднее в дивизию СС. В качестве командира дивизии Зеф Дитрих отличился в боях осени 41-го года под Ростовом. Шестая танковая армия СС была превосходно укомплектована новейшими германскими танками перед декабрьским наступлением в Арденах, но не смогла выйти к реке Маас и форсировать ее. Направляя эту армию в Венгрию, Гитлер полагал, что она способна разгромить Третий Украинский фронт маршала Федора Толбухина, выйти к Дунаю и добиться перелома на южном фланге Советско-Германского фронта, после чего Советское командование вынуждено будет снимать войска с берлинского направления. 10 марта 1945 года в самый критический день сражения танкисты Дитриха предприняли пять атак. Оперативное управление Третьего Украинского фронта констатировало, что немцы прорвали главную и вторую тыловую оборонительные полосы 26-й армии. Однако к 14 марта 1945 года, несмотря на то, что немцы продвинулись максимально в глубину на 30 километров, Дитрих исчерпал все свои наступательные возможности. Кроме того, возросла угроза нанесения фланговых ударов по острию немецкого танкового клина. Шестая танковая армия СС потеряла до 30% единиц боевой техники, заканчивались горючие и боеприпасы, поэтому 14 марта 1945 года Дитрих прекратил операцию, так и не сумев выйти к Дунаю. Общие потери немецкой стороны в ходе ее последней наступательной операции на Восточном фронте оцениваются немецкими военными специалистами в 35-40 тысяч человек. Что же касается потерь советской стороны войск Третьего Украинского фронта, они до сих пор достоверно не названы и не объявлены. К женскому дню 8 марта опубликовано сообщение, что Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и медалями 72196 женщин-воинов Красной Армии. 44 женщинам-воинам присвоено звание Героя Советского Союза. В Югославии сформировано правительство во главе с маршалом Йосипом Броститом. Государственный комитет обороны принял решение оказать помощь городам и промышленным центрам Польши. 17 марта Ставка Верховного Главнокомандования отдала директиву командующему 3-м Белорусским фронтом маршалу Василевскому о разгроме противника юго-западнее Кёнигсберга не позднее 22 марта, а 28 марта нанести удар по городу-крепости Кёнигсберг. Аргентина 27 марта объявила войну Германии. Диктатор Хуан Перрон был поклонником Гитлера, но и для него пришла пора определиться. 10 марта 334 американских бомбардировщика Б-29 летающие крепости атаковали японскую столицу с высоты всего лишь 2000 метров. Американские пилоты могли не бояться японской истребительной авиации, которая уже фактически не существовала, а зенитная оборона Токио была уничтожена предыдущими налетами. Большой город подвергся испытанию, которое превосходит даже будущие атомные бомбардировки. Командующий 21-й воздушной армией США генерал Кэртис Ли Мэй приказал даже снять с Б-29 пулеметы, чтобы увеличить бомбовую нагрузку. Токио запылал с четырех сторон. С огнем боролось в основном гражданское население. Убиты в этот день в Токио более 100 тысяч человек. Огромное число людей погибло от удушья. Да и Токио после этой бомбардировки перестал существовать, за исключением квартала, в котором располагался император Хирохито. Американские летчики получили категорический приказ резиденцию императора не бомбить. Интересно, что в послевоенной Японии генерал Ли Мэй будет удостоен ордена восходящего солнца первой степени за помощь в создании японских ВВС. Император Хирохито 19 марта совершил поездку по разрушенным районам Японии. Впечатление его от увиденного было безрадостным и заставляло задуматься о судьбе нации и государства. В марте 1945 года немецкий подводный флот потерял 33 подводные лодки. Успехи у подводников Третьего рейха были гораздо скромнее потерь. Всего лишь 20 отправленных на дно судов. 25 марта из германского порта Киль вышла в поход подводная лодка минный заградитель У-234 под командованием Иоганна Генриха Фехнера. На лодке находились два японских офицера, офицеры Люфтваффе и инженеры фирмы Мессершмитт. У-234 направлялась в Японию. Среди ее секретных грузов на борт было погружено 2,5 килограмма урановой руды, одна тонна документации и реактивный самолет Мессершмитт-262 в разобранном виде. Очевидно, Германия собиралась передать свои секреты в производстве новой техники союзной Японии. В марте У-234 сумела добраться только до норвежского порта Берген. Войска 1-го Украинского фронта маршала Конева 15 марта начали верхнеселескую наступательную операцию. Левое крыло фронта двумя ударными группировками при поддержке 1-й тысячи танков и артиллерийских самоходных установок и 1737 самолетов 2-й воздушной армии уже на третий день наступления окружили в районе города Опель 5 германских дивизий, которые 20 марта прекратили сопротивление. Последний день марта войска маршала Конева вышли на рубежи реки Нейсе и к предгорьям Судет, что обеспечило фронту выгодное положение для ударов в район Дрездена и Праги. 10 марта 1945 года в разгар кровопролитных боев у озера Болотон началась Моравско-Остравская наступательная операция, проводившаяся силами 4-го Украинского фронта генерала Андрея Ивановича Еременко. Еременко не очень повезло в годы Великой Отечественной войны. Достаточно вспомнить Сталинградские лавры, которых он лишился по воле Жукова, не сумев в декабре 1942 года завершить операцию по пленению 6-й полевой армии Паулюса в Сталинграде. Тогда по настоянию Жукова Еременко был выведен в резерв Ставки. Моравско-Остравский промышленный район был едва ли не последним промышленным районом Рейха, боя здесь были упорные и ожесточенные и продолжались с 10 марта 1945 года до 5-6 мая, то есть почти до самого конца войны. Что может быть трагичнее описания Германии в марте 1945 года, которое оставил нам Аллен Кларк, один из лучших британских военных историков. Я цитирую Кларка. Измотанные танки ползли обратно, собирая за собой массу беженцев. Старики и младенцы, раненые, угнанные астарбайтеры и завербованные иностранные рабочие, переодетые во что попало дезертиры, сбившиеся в сломанных повозках, бредущие пешком, усеивали безотрадный ландшафт. Земля Германии, так долго не знавшая возмездия за грехи своих сыновей, теперь видела сцены, ужас которых напоминал о 30-летней войне, и которые, как казалось, сошли со фортов Гои. 10 марта немецкий флот вынужден был покинуть порты Данца-Гайгдыни. 2-й белорусский фронт маршала Рокоссовского продолжал успешное наступление в Померании при активной поддержке правого крыла 1-го белорусского фронта маршала Жукова. Уже 12 марта советские войска вышли к побережью Данцикской бухты, где натолкнулись на ожесточенное сопротивление. Две недели длилась битва за Данцик. В город был настоящей крепостью, с артиллерией запрятанной форты, с крепостным валом и железобетонными дотами на высотах. 26 марта гранизон Данцига получил ультиматум командующего 2-м белорусским фронтом, но капитулировать немцы отказались. Штурм Данцига продолжался 4 дня. 30 марта войска 2-й ударной 65-й армии генералов Ивана Федюнинского и Павла Батова полностью овладели городом, в котором ранним утром 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. С каждым поражением Германии на фронтах с приближением неизбежной катастрофы в Третьем Рейхе увеличивалось влияние рейхсминистра информации и пропаганды Йозефа Геббельса. Казалось, что только он один из всей нацистской комарильи не утратил энергии, продолжает верить в победу и во всесилие своего фюрера. Судя по дневникам Геббельса было это не совсем так, но у рейхсминистра не существовало другого выхода, и он продолжал свои патетические заклинания в адрес стариков фальштурма и юнцов из Гитлерюгенда. Очевидно, что Гитлеру и Геббельсу уже ничего и никого не жаль, ни самого немецкого народа, ни среды его обитания, ни культурных ценностей. Гитлер приказал перейти к тактике выжженной земли, на этот раз уже немецкой. Министр вооружений ШПР выступил против уничтожения электростанции, заводов и мостов. И тогда Гитлер сказал «Если проиграна война, то погибнет и народ. Эта судьба неотвратима. Нет необходимости обращать внимание на те слова, в которых нуждается народ, чтобы продолжать примитивную жизнь. Напротив, лучше все это разрушить самим, так как наш народ оказался слабым, и более сильному восточному народу принадлежит будущее. Все те, кто останется в живых после борьбы, неполноценные люди, ибо полноценные умрут на поле боя». 28 марта Гитлер освободил генерал-полковника Гудериана от должности начальника генерального штаба, назначив на его место генерала Ганса Крепса. Гудериану было рекомендовано подлечить сердце, на что старый танкист заметил, что едва ли он найдет Германии такое курортное место, в которое через 48 часов не пришли бы союзные войска. Немецкий кинооператор для Дольче Вухеншау недельного обозрения снимал эти хорошо известные кадры 20 марта 1945 года. Гитлер вручает награды Третьего рейха несовершеннолетним юнцам. Самым младшим в этой шеренге был 12-летний селезец Альфа Цех. Корреспондент газеты «Труд» Рудольф Колчанов недавно разыскал в Берлине инвалида и ветерана войны Альфа Цеха. И вот, что он рассказал о бывшем герое. Мальчик получил железный крест за то, что спас 12 раненых солдат, вывезя их на повозки. Затем, в середине апреля 1945 года, Цех был тяжело ранен и с пробитым легким попал в советский плен. Вернулся домой он только через два года. Селезия отошла к Польше, и польская полиция разыскивала его как личность, получившую награду из рук самого Гитлера. Цех долго работал на шахтах, на стройках. Он даже вступил временно в коммунистическую партию, чтобы его не преследовали в качестве нациста. Потом он стал инвалидом, но в пенсии ему отказали. Чиновник заявил, «Никто не заставлял вас в 12-летнем возрасте идти на фронт». Когда Гитлер погладил его по щеке, Цеху вручили золотые часы и дорогой аккордеон, которые у него быстро украли. Сегодня ветеран и инвалид войны Цех считает, что несмотря на ужасы, которые он пережил подросткам и юношей, ему еще повезло, потому что другие из той шеренги героев в том марте 45-го года смогли прожить всего несколько дней и погибли. В Бирме британские войска вошли в город Мандалай. На острове Ивадзима 26 марта остатки японских войск капитулировали. Бои на Ивадзиме показали американскому командованию, насколько ожесточенными и кровопролитными могут быть бои за японские острова, какие тяжелые потери ожидают союзные войска в ближайшем будущем, несмотря на полное господство в воздухе и на море. Японский солдат сражался, презирая смерть. Японский боевой дух не уменьшился после тяжких поражений в войне на Тихом океане. Президент Соединенных Штатов Рузвельт в марте часто болел. Неприятности доставлял ему и Сталин, особенно своей бесцеремонностью при решении польских проблем. В свое время у нас было модным противопоставлять добродушного Рузвельта резкому антисоветчику Трумэну. Это, конечно, иллюзия. Все американские президенты во внешней политике одинаковы. По воспоминаниям Анны Хоффман 24 марта за завтраком Рузвельт сказал «Мы не можем вести дела со Сталиным». Он нарушил все до единого обещания, которые дал нам в Ялте. 30 марта 1-й белорусский фронт маршала Жукова владел городом Кюстрин на левом берегу реки Одер и значительно расширил свой плацдарм для будущего наступления на берлинском направлении. В марте 1945 года в Пушкинский дом из Казани вернулись рукописи великих русских писателей Толстого, Достоевского, Пушкина, Лермонтова. «Наедине с тобою брат, хотел бы я побыть. На свете мало говорят, мне остается жить». А на фронте ранней весной 1945 года солдаты впервые услышали песню Алексея Фатьянова и Василия Соловьева-Седова «Соловьи». Если бы солдат тревожили только Соловьи. Соловьи, Соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немногу посп Ham. Соловьи, 보�ей лет великий har肥 What из ह